Здравствуйте, уважаемые! С вами Ранни Птах и Мопедо Итальяно Гарелли Нио. Ну-с, сейчас это чудо итальянской наркомании будем разбирать. Особенно мне нравится по этой технике возможность сделать просто вот так вот. Из интересного конструктивизма с обычной левой стороны, откуда заходят все мотоциклисты, находится труба, то есть прям будет жарко. Итак, красотищу наблюдаем следующего образца катушка. А, значит, боковые панельки железей настоящий. Так, а с этой стороны вот такая вот путаница сцепа. Ладно, с этим вообще какой-то странно снять бак. Ну, а зачем, если вот у меня уже есть катушка, и как можно начинать проверять? Тестер нужен. Есть у меня вот такая вот штука, соответствующая схеме этой машинки. В общем, чтобы вы понимали, насколько мне не нравятся электрические веревки, это для меня уже сложно. То ли дело перебрать мотор. Ни фига тут сюрпризов. Сдается мне, что вот эта вот соединительная колодка из строительного магазина, это не то, что здесь предусмотрено конструкцией. Походу, придется всю проводку воссоздавать вообще вручную. А, да, тут еще же этот тросик спидометра помер. Тоже надо заменять. Кайф, 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 кайф. Ну, в общем, становится понятно, почему так-то они стоят тысячи по полторы, полностью собранные. А это очень далеко не полторы. То ли интригу сохранить. Короче, надо сначала ее запустить. Так, ну из того, что я вижу, можно сейчас попробовать заменить катушку, будет ли вообще искра. Потом можно померить, приходит ли на этот провод хоть что-то. Потом проверить вот эту вот распальцовку. Распальцовку мне нужно только черный, который через вот этот вот чумовой connection блок идет на катушку. А, да, и проверить вот здесь вот контакт вот по этой косе, куда оно что заходит, приходит, все ли провода целые, уходит. Так, заземление катушки у меня будет. И, собственно, если вот эта цепь будет целая, то должна быть искра. Отбираем детей. Это мастерская по скотеростроению. Но катушка служит сейчас. А это как, то лучше сделать, интересно? О, какая зажимка есть. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Где искра? На форумах еще вычитал, что лампочки здесь выполняют роль предохранителя. И если лампочка перегорелась здесь или там, искры не будет. Не знаю, как это работает, потому что здесь ничего не говорится об этом. Прямо вот вообще ничего. Вот он провод, черный, идет на катушку. Он, кстати, нифига не черный. Он, синий. Вот очень интересно устроился тут kill switch. Это натурально прямо. Вот это ключик, который переключается между замкнутой системой и разомкнутой. Он же отвечает и за бибиколку. О как. То есть там такой... Сейчас. Вот так вот разомкнут. Зомкнут. То есть налево выкол, вправо вкл. Ну а эта штучка, она отвечает за бибиколку. Вот она кнопочка. Чем-чем. Так. И на этом богатство оснащения правого пульта закончилось. Так. Чуть-чуть вытащенный connection блок выглядит вот так вот. Производство непонятного. Видит, это как-то странно все. Просто в производстве использовали то, что было, да и не парились. Синенькая земля какая-то приходит. Как интересно. А откуда? Типа отсюда, отсюда. Надо седло снимать. Там блочок. Надо его посмотреть. А вот это я интересную штуку нашел. Смотрите. То есть это разомкнутое состояние, чтобы он не заводился. А так типа работает. А теперь я типа разомкну. Как так? Алло. То есть если он где-то там словил коротыша, значит... Значит, значит, значит... Ух, все уходит на массу. И ничего не идет на катушку. Логично? Да хрена логично. Ищем коротыш. КОНЕЦ Продолжаем удивляться. Нашелся совершенно непричемный тросик. Вот бабышечка. Вот он идет, 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 идет. И вот он оборван. Что он был? Куда он был? Может быть, это был трос газа когда-то? Ну, как все интересно. На бибикалку, что ли? То есть бибикалка высоковольтная? Вы что, издеваетесь? Ё-мо-моё! Еще из удивительного. Вот есть двойной кабель. Зеленый и коричневый. Вот он просто сюда впутан. Вот он зеленый. И они оба никуда не подходят. Уходят вот-вот-вот-вот куда-то сюда. И что они из себя представляют? Вот они сюда канули. И пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Пошло-пошло-пошло. Ага, это пошло назад. Точно так же неприсоединенные зеленый и коричневый. А вот этот вот белый. Белый-белый. А вот этот белый. Вот этот белый уходит в раму. А, вот он, да? Значит, здесь белый-белый-белый-белый-белый. Белый идет-идет-идет. Идет-идет-идет-идет. Приходит сюда белый. на главный ключ что мне дало это знание ой повод подумать пока идея нету развенчу фары проверю лампочки бред конечно на форумах пишут так что почему бы нет потому что пока что я запутался в этих проводах это должно где-то уложиться кстати проводка здесь 6 вальтовая с такой я еще не сталкивался стоп во первых они вообще не подключены во вторых когда нам показывали что она фукает дырская все это было тоже не подключена то есть это не влияет вот это что за проволочки торчат вот это вот что и зачем и как она должна потому что здесь никаких три крыла наверное а вот она проводка идет опачки опачки как неожиданно а вот она трехпроводную проводка которая по схеме сюда приходит это зад вот зад blue grey black и black идет на капец ну ладно допустим они сюда приходят а вот это когда что я надеюсь что поворотники и когда я тех подключу них она не понимаю откуда они могут быть на этой машине как это все пиум пиум вот сцепа я понимаю но она сейчас ни при чем так это я кстати прошлый раз белый я облажался белый сюда конечно не приходит это а вот он белый он уходит вот на этот пульт а это переключение света фары какой-то желтый белый и офф поворотников здесь нет результате изучение всех схем и всего прочего и читание формов вы было выяснено что вот эта вот штука здесь не должна находиться это переключатель света и бибикалки а вот это вот и есть kill switch который должен блокировать искру сейчас мы его проверяем приводим в нужное положение еще сейчас будет нудятина пока я буду я шкатушку выключить да в общем как обычно пришли сдвинуть один рычажочек в результате в результате обнаружили что здесь провода идут к пультам крест-накрест как они должны быть то есть здесь kill switch разрешение на запуск здесь гудок и ладно давай короче вот он вот он вот он этот kill switch как мы его предполагаем слушая у него видишь весь этот на эту сторону выведен да ну хорошо допустим допустим ну ладно пусть он будет на этой стороне черт с ним лишь бы работал не как бы это также может быть что до нас и до нас не прикрутили и крепко крепко но там все не заржавела может быть ладно давай проверять проверять свечу может быть может быть тут может быть все что угодно мы но он работал а сцепа теперь у нас там ты зачем за рычаг берешься он отсоединен нет позиция середина ничего не вижу и позиция а я не могу понять у нас вообще цилиндр там ходит цилиндр вот так вот не ходит так хорошо я не ходит не ходит но вчера то слушай а сегодня уже и цилиндр тихо и до по кругу покрути ее сильно нет невеста и того у нас не искры не движение цилиндра надо скидывать магнита и я не понимаю механику почему он не приводит действие цилиндра хотя вчера он отвертку выталкивал и следовательно нужно скидывать он разбирается через снятие магнета то есть прям снимается сначала отсюда причем со специнструментом вместо которого у нас только ударный гайковерт потом отсюда значит снимается сцепа у которой очень сложные формы резиновые и она дорогое один из минусов этих холдтаймерских мопедов то что запчасти на них в отличие от тех которые на привычный стоит не 15 евро вообще далеко свечей что-то дофига стоп-энджин свитч стоп свитч еще один стоп свитч и просто свитч а чтоб поехать